я верю 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 я еще раз и террас и сердечек сердечек один и сердечек это я к тому что я иногда не с первого дубля захожу короче вопрос ответ у нас сегодня ребят мы с вами завтра разбираем за акт вы помните хотя бы пожалуйста притворство посмотрите полутора часовой видео такой вот программу реалити такое прямо настоящее расследование американцы провели 2015 году девочка подговорила своего молодого человека затыкать ее порося вам поросенку поросящую маму насмерть короче ну и затыкал девочки дали 10 лет хотя считал вообще не на не должны были ничего давать потому что там такая мама что удивительно что до девочка еще так долго это ждала там все ожидала в общем все четверг мы с вами его разбираем там несколько серий в этом фильме притворство это такой сериальчик небольшой посмотрите хотя бы несколько все завтра у нас разбор погнали почему некоторые мужчины отращивают длинные волосы и носят хвост объясняю объясняю большинстве случаев мне это кстати не нравится они мне неприятные противные их волосы почему они это делают они чаще всего подражают кому-то то есть например тарзан который прыгает наташа королева подражает тарзану который прыгал по деревьям и у того были длинные волосы кто это летит самолет хаса родригес летит дальше если например ё-моё ой блин огромный вертолет да это хаса раз хаса родригес а дальше возвращаясь допустим это могут быть различные ну я не знаю фанаты рок-музыкантов каких-то то есть в его группе heavy metal там кто-то мочалка этой тряс да и соответственно ну вот фанател в свое время также эту мочалку отрастил и и так далее кто-то подражает как джигурда викингом каким-то там рыцарем да и вот викинги допустим мне это очень нравится увидеть на викингах потому что это мужественные люди очень они брутальные покоцанные в шрамах все в какой-то этой кольчуге вот в этой какой-то военном мундировании то есть они настолько им это подходит и викинги например они как делали не выбривали виски отращивали посерединке вот такой кокон этот кокон они заплетали в косу косу делали как дреду она у них такая как зачесанная такая и вот этот вшивый домик у них отрастал мне такое чувство что там какие-то бегасики заводится абсолютно точно и моется вот эта вся кишка наверное один раз в год я не знаю то каким-то яйцом правильно чем они еще могли быть викинги норвежские а здесь по бокам у них татуировки и это совершенно обалденно смотрится ну просто круто и классно но сейчас это мало кому удается повторить понимаете ситуацию да вот и все ребята дальше почему сжимаю губы при разговоре а нас так огоньки сжала почему нужно задать себя вопрос в этот момент что сейчас я чувствую что сейчас происходит со мной почему я так раз и сжала то есть я боюсь сказать что-то лишнего я таким образом пытаюсь удержать контроль над собой прежде всего я контролирую себя свои эмоции свои мысли свои слова свои какие-то мало ли что может со мной произойти вдруг не дай бог я более собранная когда я вот такая потому что обратите внимание очень часто мы можем когда идем держать фиги вот такие как будто бы это дает на внутреннюю собранность или какой-то от сглаза как будто бы какого-то да точно так же бывает смотришь в разговоре собеседник сжимает глазки он как бы хочет спрятаться ему в этот момент как будто бы от чего-то неловко раз закрыл глазки как детки помните я спрятался сам закрыл глаза и он думает что он спрятался что его не видно что его нет он в домике как будто бы то есть тут тоже может быть такое что как будто раз так и я как сохранность какую-то как точка сборки так и такой у меня ротик как анус чтоб не пукнуть лишний раз и сжался как избавиться от агрессии к мужчинам подъебываю мужиков этим отталкиваю во первых нужно определиться каких именно мужиков и подъебываете же не подъебываете всех подряд соответственно есть ваша определенная излюбленная категория которую вы подъебываете ее пожалуйста и попытайтесь вычленить то есть есть те которых вы не подъебываете это например какие-то старики бомжи алкаши дети подростки родственники возможно и так далее и потому что они не входят в группу потенциальных женихов скорее всего речь идет о группе потенциальных женихов с которыми могут быть какие-то мечты перспективы и мысли на будущее сексуальные боль были более близкие какие-то другие отношения вот и все вот подумайте для чего вам их оттолкнуть что вы этим хотите сделать вы его хотите этим наказать вы его хотите опередить чтобы вот я тебе быстрее больно сделаю ты мне уже не успеешь сделать вы хотите что он опять полетел уже назад что вы этим хотите короче говоря да обязательно себе пытайтесь и попытайтесь это прояснить и почему это происходит когда это было в первый раз когда это происходило почему вдруг решили вы отомстить то есть например я решила ему отомстить то что я видела какие они ублюдки как не издевались над мою матерью как папа изменял маме как он без конца и и там каким-то образом насиловал бухал пил и так далее и так далее я думаю вам не помешает наш фаса родригес пусть летит с богом покупает себя очередных шаханов львов всяких разных обезьян диких себе на фазенду ух это конечно очень опасный бизнес но дико прибыльный наверное так а вероника исправлять щербинку размером как у арнелла мути ни в коем случае щербинка это просто подарок божий она как ямочки на щечках как я не знаю как вот как алмазные глазки какие как нечто что делает вас особенные уникальные это изюминка от которой ни в коем случае нельзя избавляться вот я вижу там раз смотрю думаю господи вот владос мироз взял зашлифовал себе эту из шикарную щербину которая делала его безумные обалденным все но обычная улыбка все обычно вот как у всех там я унитаз на него не то знаю ну почти унитазная улыбка ничего особенного вообще поэтому это самая большая глупость взять и исправить себе щербин такая глупость ни в коем случае не делайте это взломали вконтакте шантажируют интимными фотографиями что делать или как это пережить по поводу интимных фотографий девочка причем молодая красивая девочка мне пишет вы же там не какая-то там небритая жирная пизда вот такая свинья с прыщавой жопой плоской какой-то лежите все вся с тремя хуями в жопе во рту и где-то еще правильно скорее всего это не так улетай уже улетай все он уже улетает ребят он улетает но обещал вернуться наш к сэр адридис короче говоря соответственно скорее всего это же не так правильно потому что я помню такую порнушку она видела стояли в ванной пьяные бабы жирные свиньи вот такие люди причем ванна такая дебилустическая вот самое что ни на есть совдеповская ужасная кошмарная ванночка такая узенькая и туда как-то они все взгромоздились и вот эти три свиньи с этими пёздыми лохматыми там какой-то дистрофик валера пьяный или кто ли геннадий и вот это хуёчек у него не стоит у них эти титики висят и вот они что-то друг другу пытаются куда-то пихать это вот этот пьяный кошмар я понимаю что если такое у вас взломали но вы бы такое не загрузили то есть вероятнее всего вы в контакт загрузили то что вам очень нравится то есть у вас красивая пися красивая попа красивый сиси ну и покажите им хуже вообще всему миру что здесь такого что тут такого special особенного я не знаю поэтому ни в коем случае этим шантажистом платить не нужно вообще ни в коем случае никогда на самом деле соответственно это просто нужно возглавить все и не пытаться это спрятать хоть будет в старости на чтоб вспомнить на себя красивую посмотреть это же великолепно это красиво понимаете да вот и все вот и все девочки он ломится в очередь стоят чтобы сделать этот фотосессию ню так называемым чтобы ее продемонстрировать потому чтобы ее показать а вы боитесь кто-то вас этим шантажирует прям смешно даже ни в коем случае не это самое не ведитесь на поводу вот этого какого-то социально навязанного стыда да что мне стыдно как я могла я же должна быть такая хорошая девочка для всех и так далее выйдите из этого из этого это из этой зашоренности откройте свой взор расширите свое пространство посмотрите все это какое-то все мелочное что жить по три дня осталось на белом свете а мы это так все глобализируем это молодость у вас только только вот на три дня дана вам эта молодость все завтра ты превратишься в морщинистую старую жирную жопу седую на хрен никому не нужную поэтому наслаждайся сегодня своей прекрасной письей которую нужно показать вообще всему миру любуйтесь любуйся мир смотри вот она моя пизда вот и все вот так все к вопросу о том что мы думаем что мы будем жить ним вообще бесконечно так если психолог понимает что перед ним психопат может ли психолог потихонечку его слить и до любого клиента можно слить вне зависимости от того кто перед вами вот и все если он вам как-то не нужен неприятен и вы не хотите это прорабатывать этот какой-то контр перенос со своим психологом можете от избавляться от кого угодно но я например люблю психопатиков чего ну расстройство личности скажем так не будем называть это психопатиком давайте это полноценно называть я люблю работать с расстройством личности это очень интересный пациент почему вы хотите от них избавляться дальше вопрос как дать ему понять что уже можно меня поцеловать ухаживает месяц но не прикасается он не прикасается потому что боится что когда он прикоснется и начнутся какие-то поцелуи что-то большее это может спровоцировать в него страх какой-то особую ответственность и у него писечка не встанет все и он как бы об а фарш мачиться вот какая сука мне звонит какого хуя ты мне звонишь все терпеть не могу как-то мне кто-то звонит хотя это может быть стоматолог мне звонит скорее всего что у меня завтра прием ненавижу когда мне звонят и имею прям к рубит вообще у меня прям когда я приезжаю в россию есть русский телефон не начинают банки названивать предлагать предлагать кредиты мне прям хочется пошла нахуй и ты пошла в пизду нахуй всех блокировать орать на них хочется не могу просто ненавижу когда мне звонят не выношу иногда мне кто-то пишет давайте с вами созвонимся созвонимся и у меня могут встать волосы на жопе практически от этого ни в коем случае никогда в жизни со мной не надо созвониться хочешь что-то напиши зачем мне звонить она знает тем более я не знаю испанский язык какого хрена ты мне звонишь я все равно не не смогу ни о чем с тобой поговорить просто мне напиши я хотя бы это смогу перевести как дать ему понять что уже можно меня поцеловать это подумай опять название вот сейчас я вас при вас и вас алё алё лё си 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 аста маньяна си си gracias ура я даже поговорила по-испански прикиньте я уже стала понимать я уже стала понимать как дать ему понять что уже можно меня поцеловать ухаживает месяц на не прикасается так вот он короче боится что его писюлинка не встанет вот и все и соответственно думать на следующий раз следующий раз следующий раз соответственно ваша задача демонстрировать еще большую стеснительность еще большее ускользание еще большую какую-то нерешительность вот нет 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 Нет, 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 тогда это немножечко снимет с него, он и так чувствует, что вы уже хотите, чтобы он вас поцеловал, он и так это все понимает, но он не может на это решиться, соответственно, вам нужно продемонстрировать вот такую краснощекость, такую какую-то неловкость, девичью, девственную такую, тогда он немножко успокоится, что он как-то почувствует себя более каким-то таким. Почему парень в такси всегда садится спереди, а я сзади одна? Такое может быть по нескольким причинам, ну, во-первых, он как-то, если это все вначале происходит, он чувствует дискомфорт, так как если он сядет с вами назад, ему придется, возможно, как-то вас целовать, держать за ручку, о чем-то говорить, развлекать, а он, возможно, еще стесняется. Если это отношение уже длительное, он явно не стесняется, это не про стеснение, ему комфортно сидеть спереди, он чувствует себя мужиком, контролирующим ситуацию, он, в общем, спереди ему все видно, и, в общем, все проще, веселее, интереснее. Вообще, впереди сидеть интересно, ты дорогу видишь лучше, тебя меньше укачивает, и музыку можешь переключить, и включить кондиционер, то есть тут больше подконтрольности какой-то. А дети и женщины, вот они сидят сзади, понимаете, как бы оно вот более, то есть в мужчине это простительно, в нашем случае всегда именно так и происходит. Коленька садится вперед, а я сижу всегда сзади. Как приручить кавказского мужика кунилингусу? Значит, приучить кавказского мужика кунилингусу. Почему кавказские мужчины не любят делать кунилингусы? Объясняю. Дело в том, что у них очень сильно распространена семейственность, а соответственно сплетни. Они безумные сплетники все. И вот они, ааа, Шахназа, ты сказала, агуль читай, агуль нара, ты знаешь, Ахметка, там... И они все вот пока свои Эчпечмеки там какие-то лепят Они кости моют, 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 моют Заловка, там свекровки Свекровка, там тетки Тетка там И он очень боится, что А, Мухаммедка письку лежит мне Да ладно, Мухаммедка письку лежит Ай-яй-яй-яй Как это нехорошо пойду, расскажу Вообще, что Мухаммедка Гульчатая письку лежит И он боится, что вы его Как будто как Он будет оголенный То есть он будет не как мужик какой-то Что вы вот это все нижнее белье Вытряхните и всем это расскажете Он настолько чувствует себя уязвимым В этой ситуации, поверите, он мне очень хочет Полизать в вашу писулинку Он просто боится Все свое социальное окружение Которое, вот у него такое кольцо Очень плотное, в котором вот Бесконечные вот эти сплетни Соответственно, он должен четко понимать Что вам можно доверять Что вы не расскажете то, что вам Ахмед лизал писью Всем подряд Вы не расскажете это его сестре По доброй душе Вы не расскажете это его какой-то там подруге Другу и так далее Он должен вам доверять Вот и все Вижу, девочка молоденькая Не пойму По-моему, сама тоже С Кавказа Так, дочка любит трогать живот Я нервничаю Дочка любит трогать живот Потому что ей приятненько Мамочкин животик Она еще, дочке 11 лет Она у нее еще почему-то не включилась критика Но 11 лет она еще маленькая У нее еще, скорее всего, никаких месячных нет Титечки едва там прорастают И она еще чувствует себя ребеночком Ей приятненько Мамин животик Вот эта телесность Она на уровне каких-то там Глубинных процессов Есть воспоминания Как она эту титечку сосала Как она с мамочкой спала Как она обнималась Вот это что-то такое Очень тактильное, приятненькое Потом, когда она зайдет в возраст подростковый Она уже поймет, что это вроде как Не очень уместно Не очень как бы целовать и гладить животик мамочкин Но пока это все как в порядке Пока это окей То есть 11 лет еще детятка Можно еще Вероника Какая психосоматика пота Очень сильно потею Как от этого избавиться По поводу пота Сначала нужно точным образом Исключить все соматические проблемы То есть проконсультироваться С своим терапевтом Со своим гинекологом Сдать все анализы Посмотреть, может быть, какие-то Гормональные сбои происходят Если с этой стороны все в порядке Вот только тогда Можно уже говорить о том Что это высокое напряжение То есть, когда я очень сильно захожу В какое-то психоэмоциональное напряжение Я начинаю краснеть или потеть Или и то, и другое Соответственно, если это связано именно с высоким напряжением Нужно работать именно с этим То есть отловить те мысли, которые вызывают избыточное напряжение Просто оно раз И мой живот напрягается, как если бы я пресс перекачала И вот тоже нужно отслеживать Где, в каких, при каких обстоятельствах я пережимаю свой пресс В отношениях с какими людьми В каких социальных местах Что за мысли пробегают То есть я наделяю этого человека очень чем-то значимым Очень чем-то большим для меня Я пытаюсь как-то выстроить с ним какие-то особые отношения Поэтому стою в оборонительной позиции Или напротив пытаюсь соответствовать излишне как-то И вот эти вещи обязательно нужно проработать Тогда будет уходить и этот пот Потому что он же в какой-то момент у вас проявляется Вы когда сидите дома, читаете книжку, смотрите телевизор Вы не потеете, вероятно, правильно? Вы начинаете потеть в каких-то определенных ситуациях В каких это ситуациях? И вот разберите это Не могу терпеть любую людскую тупость Как с этим бороться? Дело в том, что человек не должен быть Он не должен был быть особо умным Случилось это почему-то за последние сто лет Человек вдруг каким-то умным стал Непонятно почему Вообще мы, в принципе, чуть умнее обезьян Мы на протяжении вообще всех веков Жили очень по-приматски, очень примитивно Как животные, абсолютные В лесу бегали друг за другом С дубинками и так далее Почему мы вдруг стали умными, непонятно Поэтому людей умных их, в принципе, не так много И если вы знаете, то полпроцента владеют Вообще всеми недрами земли Всеми богатствами земли Вот их самых умных людей Вот их узгулькин нос Соответственно, когда вы видите То есть дикое количество пустых вилл стоит Но они не просто пустые, они купленные Они чьи-то Дальше дикое количество стоит Вот эти небоскребы Вот небоскреб, в котором я живу Вот я живу одна И подо мной пять этажей никого нет Никто не живет Но они все выкуплены То есть целый небоскреб, он выкуплен Но в нем никто не живет То есть я в этом лифте еду одна Соответственно, людей, которые могут Скупить все, их вот полпроцента Если не меньше Соответственно Нужно это просто признать и принять Тот факт, что куст Он, если изначально куст То он не будет никакой пальмой Понимаете? Пальма это пальма Березка это березка Кустик это кустик Все У людей есть ограниченные такие возможности В силу вообще Каких-то определенных Биологических, прежде всего, данных Все, мои дорогие Мы с вами завтра разбираем Разбираем, разбираем Киношечку Киношечку, киношечку Еще я сегодня не очень Не хулиганила Все Подпишитесь, пожалуйста На мой YouTube канал И заходите в мой сайт ВероникаСтепановна.com